Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите в ближайшие 15 минут. ТОСы – надежные помощники власти. В Геленджике подвели итоги деятельности органов территориального общественного самоуправления Краснодарского края за прошлый год. Кутер-Куматырь стал столицей спортивного туризма Кубани. Здесь проводится первенство и чемпионат Краснодарского края 2013 года. Они пали смертью храбрых, выполняя боевые задачи по обороне Родины. В Анапе отметили День памяти погибших подводников. Сегодня в 8.40 утра по телефону 02 в отдел МВД по городу Анапа поступило анонимное сообщение о том, что школа номер 5 заминирована. В школу в срочном порядке были направлены все оперативные службы. Было принято экстренное решение об эвакуации учеников и преподавателей. Здание обследовали взрывотехники и кинологи, но взрывчатого вещества не обнаружили. Сейчас выясняют личность злоумышленника. В полиции не исключают вероятность того, что звонок поступил от одного из учащихся пятой школы. Нет заминирования как такового, да. Звонок оказался ложным. И в связи с этим я хотел бы еще раз обратиться и к родителям, и к детям, поскольку за такие подобные звонки предусмотрены очень серьезные меры наказания. В настоящий момент школа приступает к занятиям, дети заведены в классы и процесс нормализуется. Напомним, что в ноябре 2011 года анапский школьник сорвал уроки сразу в трех школах, сообщив о минировании зданий. Тогда полиция установила личность звонившего, и родителям шалость отпрыска обошлась в 250 тысяч рублей штрафа. В Сочи до начала Олимпийских игр снесут самовольные строения. Деньги для снос уже выделены из федерального бюджета. Власти Сочи сформировали черные списки объектов самовольного строительства. Подобные списки публиковались не раз, однако только сейчас правоохранительные органы дали подтверждение о том, каких застройщиков можно привлекать к уголовной ответственности. Аналогичная работа проводится и в Анапе. Публикуются списки застройщиков, которые имеют разрешение на строительство, чтобы покупатели знали, кому можно верить. К нерадивым застройщикам будут приниматься жесткие меры, вплоть до сноса. Глава города Сергей Сергеев на Совете Безопасности подчеркнул, что борьба с самовольным строительством будет до победного конца. Администрация города на сегодняшний день насчитала на территории курорта 601 объект самоволки. Сегодня в администрации Анапа состоялось совещание, на котором были поставлены задачи по благоустройству территорий, примыкающих к торговым. Провести ремонты фасадов, вымыть витрины и оконы витражи, сделать косметические ремонты залов. Такие задачи необходимо выполнить руководителям торговых объектов до 25 апреля. Мы забыли, да, за это время, что такое санитарная пятница. Как моются витрины, как моются тротуары. Мы о многом об этом забыли. Давайте полюбим всем сердцем свой город и сделаем его очень-очень красивым. Авторитет и значимость органов территориального общественного самоуправления в привычном понимании квартальных и домовых комитетов растет по всей стране. На Кубани работают почти 6 тысяч ТОСов. Их представители участвуют в общественной и социальной жизни городов и районов, помогают наладить диалог между властью и населением, следят за чистотой и благоустройством. В Геленджике подвели итоги работы ТОСов за прошлый год. Лучшие из лучших были награждены грамотами и денежными премиями. Среди награжденных были и анапчане. В городском домикультуре Геленджика с раннего утра чувствовалось оживление. Сюда съезжались руководители органов местного самоуправления, ветераны, представители казачества, участковые, уполномоченные полиции. О деятельности органов ТОС, участников совещания, наглядно свидетельствовала тематическая выставка, организованная здесь же. Информационные стенды с обилием фотоснимков доказывали, органы ТОС занимают важное место в местном самоуправлении и берут на себя обязанности по решению социально значимых задач общества. Итоги деятельности органов территориального общественного самоуправления Кубани подводятся уже на протяжении шести лет. Инициатива принадлежит законодательному собранию края. Как отметил председатель ЗСК Владимир Бикетов, изначально при создании ТОСов количество было малочисленным. Теперь же в крае около шести тысяч органов территориального общественного самоуправления. Причем у них не только люди преклонного возраста, но и много молодых активистов. Руководители органов ТОС входят в состав различного рода поселенческих и районных комиссий. Участвуют в заседаниях сессии представительных органов муниципальных образований по вопросам, затраивающим интересы их территории. Большая работа ведется руководителями, активистами ТОС на местах. В первую очередь, это благоустройство населенных пунктов. Именно вы мобилизуете актив жителей на его проведение. Ярким моментом стала церемония награждения победителей. Среди анапчан первое место завоевала Надежда Косова, руководитель ТОС номер 13. Второе у Татьяны Гайдары, руководителя ТОС номер 29. И третье по праву отдана Марине Полеской, ТОС номер 25. Анапчане-тосовцы оказывали помощь в благоустройстве. Поддерживали чистоту в городе и в сельских округах. Укрепляли общественный порядок. Помогали инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям участвовать в мероприятиях по улучшению жилищного фонда. Победители отметили дипломами законодательного собрания края и денежными премиями. Лауреаты получили по 500, 300 и 200 тысяч рублей на развитие территорий. Ежегодно на поощрение территориального общественного самоуправления предусматривается из краевого бюджета более 46 миллионов рублей. Теперь у нас цветущие дворы. Ну что получим деньги, будем еще, чтобы в можжевельник посадим, чтобы было дышать нам хорошо и легко. Мы на нашем ТОСе организовали неоднократно субботники. Вы возили весь хлам, мусор. У меня такие дружные все люди, замечательно. Праздники мы проводили. А на полученные деньги мы собираемся сделать огромную клумбу, чтобы там просто привлекало внимание. Самое лучшее было от Сабана Балки. Я за третье место благодарна своим депутатам Некрасовой Елене Анатольевне и Журавель Александру Николаевичу. Это с их помощью проводятся праздники, благоустройство дворовых территорий, шеств над старыми людьми пожилыми. Органами территориального общественного самоуправления сделано много. Но впереди еще решение больших задач, во благо процветания Анапы и других муниципальных образований. Их решение по плечу только команде единомышленников. Светлана Авилова, Александр Кореневский, Анапа-регион. Ежегодно Федерация зимнего плавания Кубани совместно с Институтом береговой охраны ФСБ России и Федеральным детским центром смены отдают дань памяти погибшим воинам-подводникам. В день Благовещения в храме Святой Великомученицы Варвары состоялась панихида по погибшим, а в долине Суко прошел траурный митинг с возложением венков на воду. Трагические события, уносящие жизни десятков и сотен защитников Отечества, не должны быть забыты, говорят моряки. Поэтому каждый год они вместе с членами Федерации зимнего плавания и родственниками погибших подводников приходят сюда, в храм Святой Великомученицы Варвары на панихиду, чтобы отдать дань памяти. Дата 7 апреля значится в календаре как день гибели экипажа атомной подводной лодки Северного флота «Комсомолец». Считали, что по своим тактико-техническим характеристикам лодка этого класса опережает время примерно на четверть века. Абсолютный рекорд по глубине погружения среди подводных лодок – 1027 метров. Скорость хода – более 30 узлов. Полная недосягаемость для любого оружия. Трагедия произошла 7 апреля 1989 года в Норвежском море, когда самая глубоководная в мире боевая атомная подводная лодка Ка-278 «Комсомолец» возвращалась с боевой службы. Возник пожар, приведший к потере плавучести и погружению на дно уникальной субмарины. Моряки-подводники, курсанты Института береговой охраны ФСБ России, местные жители ежегодно собираются в селе Суко на траурный митинг. И мы собрались здесь, в этот день, чтобы почтить память моряков-подводников, комсомольца, Курска, Ка-19, Ка-129 и других подводок, всех моряков, погибших как в мирное, так и в военное время. А также память воинов, отдавших своей жизни за свободу и независимость нашей Родины. Начальник Института береговой охраны ФСБ России Владимир Белков был свидетелем того, что происходило 7 апреля 1989 года. В то время я дежурил по особому отделу первой флотилии атомных подводных лодок и получал информацию от дежурного по флоту. Мы никогда не думали, что Ка-278, что такой корабль может утонуть. Так получилось, что стихия, огонь сильнее всех нас. И он забрал не только самый современный корабль, запасной пункт главкома, но и забрал 42 жизни. Депутату ЗСК Николаю Иванюшкину посчастливилось встретиться с теми, кому удалось спастись тем злополучным днем. Мне тоже посчастливилось, как и Владимиру Васильевичу, быть лично знакомым с некоторыми из тех, кто выжил 7 апреля. Это замечательные люди, которые приезжали и приезжали к нам на первенство мира по универсальному бою. Выжили потому, что вели здоровый образ жизни, закаливали себя с детства. И в холодных водах их организм сумел обеспечить их выживаемость. Митинг завершился возложением венков и цветов на воду. Их возложили члены Федерации зимнего плавания и жители Анапы. Светлана Авилова, Александр Креневский, Анапа-регион. Под Анапой в живописных окрестностях хутора Куматы расположился большой палаточный городок. Из семи районов Краснодарского края сюда съехали 110 туристов-спортсменов для участия в открытом первенстве и чемпионате края по спортивному туризму. В поход отправилась наша съемочная группа. Корреспондент Лариса Басова побывала на бивуаке спортсменов и на одном из самых сложных этапов первенства. Итак, давайте посмотрим сюжет о самом романтичном виде спорта. Хутор Куматырь облюбовали туристы для отдыха, тренировок и проведения соревнований. Идеальное место, где на небольшой площади располагаются горы, глубокие устья ручьев, водные преграды. Именно здесь решили провести первенство, а сразу затем чемпионат организаторы. Министерство по физкультуре и спорту Краснодарского края, Федерация спортивного туризма Кубани, Управление по делам молодежи, муниципалитет Анапы. В третий день соревнований спортсменам предстоит преодолеть один из самых сложных этапов – параллельные перила. Всего же они пройдут четыре этапа со спуском и подъемом по перилам, преодолением навесной переправы. Перилы не в нашем привычном понимании, а вот такие веревочные, через предполагаемое ущелье. Анапу представляют три команды. Самая юная и по возрасту, и потому что ребята участвуют в соревнованиях такого ранга впервые – это воспитанники станции детского туризма. Навесная переправа такая очень экстремальная. Детям предстоит в дальнейшем еще участвовать в зональных соревнованиях по спортивному туризму. То есть вот эти соревнования, они еще некоторым образом, репетиции служат для зональных соревнований. Я очень надеюсь, что они выступят достойно, представляя город Анапу, и займут определенные места. Анастасия Мисан – потопственный турист. Все каникулы с родителями в походах, а еще занимается с танцами и художественной гимнастикой. Семен Ковалевич учится в гимназии «Аврора». Ждет лето, чтобы заняться любимым делом вплотную. Интересно как бы и экстремально. Много чего познаешь, и в жизни все равно пригодится. Сколько бы ты поход не пошел, где бы не оказался, это пригодится. И все равно какая-то ориентация собрана при тренировках. Это очень классно. И как бы форму поддерживаешь. И всегда в жизни пригодится. Пока спортсмены проходят этапы соревнований, дежурные по лагерю кашеварят, каждый для своей команды. Самый вкусный борщ, как выяснили участники соревнований, готовят Настя Свяхина и Яна Петлякова из команды «Абинска». Это практически самое важное хирософокус. После окончания первенства сразу же начнется чемпионат. Прибавятся новые команды. Так что Бивуак простоит до воскресенья, когда будут подведены итоги и станут известны имена победителей первенства и чемпионата Краснодарского края по спортивному туризму. Лариса Басова, Андрей Страдубцев, Анапа-Регион. После короткой рекламы прогноз погоды на завтрашний день, который выходит при поддержке партнера стоматологической клиники «Визит». Реклама пройдет быстро. Не переключайтесь. Дентальная имплантация – это уживление искусственных имплантатов для протезирования зубных рядов. И, соответственно, не во всех случаях возможны эти имплантаты и вживить. Предварительно производится формирование альвеолярных отростков по типу костной реконструктивной пластики. Диагностика проходит на единственном в Анапе конусно-лучевом компьютерном томографе. Анапа, улица Ленина, 141. 11 апреля в Анапе ожидается пасмурная погода. Температура воздуха – 6-9 градусов тепла. Ветер западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба. Температура воды в Черном море – 10 градусов со знаком «плюс». Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – 4 квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова